Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. Татьяна Львовна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Львовна, сначала хочу вас поздравить с официальным назначением на должность. Спасибо! Татьяна Львовна, расскажите, пожалуйста, вот каковы основные функции вашего управления? Ну, я не буду рассказывать подробно обо всех полномочиях нашего управления, а скажу о тех, которые интересуют широкий круг граждан, ну, прежде всего, ваших телезрителей. Прежде всего, это, конечно, контроль надзор в сфере связи. То есть мы исполняем обязанности регулятора по контролю за операторами связи, которые действуют на территории Чувашской республики. Прежде всего, это, конечно, операторы мобильной связи, операторы, оказывающие услуги по предоставлению доступа в интернет, ну, и, конечно, наши основные операторы – это Ростелеком и Почта России, то есть по доставке почтовых отправлений и оказанию услуг связи филиалам Почты России в Чувашской республике. Плюс ко всему еще основная сфера деятельности у нас – это средства массовой информации, то есть контроль за регистрированные средства массовой информации. У нас их порядка 200 в республике. И сейчас у нас добавилась такая глобальная сфера контроля – это интернет. Ну, об этом, я думаю, мы с вами поговорим еще более подробно. Плюс ко всему еще мы исполняем обязанности по защите прав субъектов персональных данных. Вот вы затронули такую тему, такую сферу, как интернет, и действует сейчас закон о защите от негативной информации. Вот скажите, как двигаются дела в этом направлении, каковы результаты? Сайты какие-то закрытые уже есть, там еще какие-то результаты? Ну, если коротко обратиться к истории, закон о защите детей от негативной информации вступил в силу 1 сентября 2012 года. С тех пор, конечно, в этом направлении сделано достаточно много, приняты еще федеральные законы. Вот буквально два месяца тому назад, с 1 февраля, вступило в силу изменение закона об информации, информационных технологиях и защите информации, который предполагает блокировку сайтов с экстремистской направленности. Там достаточно серьезные обоснования для того, чтобы этот закон заработал. На основании этого закона с 1 февраля Генеральная прокуратура имеет право выносить в реестр запрещенной информации сайты без судебного решения. Операторы связи обязаны блокировать незамедлительно доступ к этим сайтам. На сегодняшний день в реестр запрещенной информации, который был введен как раз 1 сентября 2012 года, внесено более 3000 сайтов. Количество внесенных записей в этот реестр около 20 тысяч. Но почему осталось на сегодняшний день около 3000? Только потому, что после внесения в реестр операторы хостинга, хостинг-провайдеры удаляют запрещенные информации, доступ к сайту открывается. На сегодняшний день 5 категорий информации, которые вносятся в реестр запрещенной информации. Это то, что касается защиты детей от негативной информации. Это сайты, носящие информацию об агитации, пропаганде в защиту наркотиков, плюс сайты, рекламирующие наркотики, продающие наркотики. Их выявляет Роснаркоконтроль и также заносит в реестр. Эти сайты операторы блокируют. Вторая категория запрещенных сайтов – это сайты с информацией о способах суицида. Ее контролирует Роспотребнадзор. Они выявляют подобного рода сайты, вносят их в реестр и также блокируются. Роскомнадзор курирует сайты с детской порнографией, с порнографией, использующей изображения детей. Также мы выявляем эти сайты, вносим их в реестр. Но следует отметить, что такого рода сайтов не так много. Плюс ко всему, как я уже говорила, сайты, которые вносятся по определению Генеральной прокуратуры, это сайты экстремистской направленности. И вот буквально тоже за последние месяцы добавилась новая категория сайтов. Это сайты, которые признаются запрещенными к распространению по решению суда. В том числе по оскорблению чести достоинства. То есть, если кого-то оскорбляют в сети, он может подать в суд. И если до судебного порядка эта информация не удаляется, то судебным решением адрес сайта можно внести в реестр запрещенной информации, и доступ к нему закрывается на территории всей Российской Федерации. Есть какие-то такие ресурсы, которые были зарегистрированы у нас, или у нас велись каким-то образом? Я, насколько знаю, Роснаркоконтроль выявлял какие-то сайты. Но у нас не так много провайдеров хостинга, это тех провайдеров, которые содержат сайты, действительно, сервера, которые предоставляют услуги хостинга. Честно говоря, не могу сказать. Мы не отслеживали эту информацию, но, в принципе, задачи такой не ставили. У нас основная задача, чтобы операторы, которые предоставляют доступ к интернету, блокировали сайты, внесенные в реестр. Татьяна Львовна, вот такой вопрос, который касается и защиты персональных данных, это вот закон, который вы тоже реализуете, и интернета, о защите от негативного влияния детей. Много выкладывается персональных данных. У нас с вами, у меня, я вот сейчас вспоминаю, что и фотографии какие-то есть, и дети выкладывают свои фотографии. Вот как в этом направлении вы действуете? Я просто хочу обратиться к зрителям вот с какой просьбой. Вы, пожалуйста, просчитывайте дальнейшие последствия того, как будет использоваться информация, которую вы выкладываете в открытый доступ в социальных сетях. Дело в том, что мы изначально, когда вот все входили в интернет, все становились его пользователями, мы ведь не просчитывали, как эта информация может использоваться против нас. Вот буквально сейчас у нас в республике проходит такой, будем говорить, медийный скандал, да, когда фотография, опубликованная в интернете несколько лет тому назад, сейчас используются его противниками против него конкретно. Автор этой фотографии? Да, против героя этой фотографии. Ну, тогда он действительно был молодым человеком, может быть, не всегда просчитывал, как в дальнейшем сложится его жизнь. Сейчас он уважаемый человек, мало того, депутат одного из представительных органов местного самоуправления. Но фотографии, которые он сделал несколько лет тому назад и выставил в интернет, сейчас используются против него. Татьяна Ивановна, вот еще один такой есть закон, который вы тоже как бы курируете, закон о СМИ, закон, по которому работают все редакции, все журналисты. Какие вот нарушения выявляются вами, как часто выявляются, какие типичные, может быть, нарушения есть? Ну, типичные нарушения, я думаю, что зрители, конечно, меньше всего волнуют. Там есть просто обязательные требования, которые каждое СМИ должно соблюдать в соответствии с законом. Ну, выходные данные, например. Сейчас у нас больше всего нарушений именно в этой области. Штрафы там, конечно, небольшие, от предупреждения до 500 рублей, но, тем не менее, они появляются. Ну, как говорится, есть такие правила игры, поэтому их надо соблюдать. А те нарушения закона СМИ, которые могут повлиять на читателей, на зрителей, это, конечно, статья 4 закона, в отношении которой мы чаще всего мониторим все наши средства массовой информации, которые выходят на территории республики. Вот сейчас мы начали мониторить еще и сетевые издания, это интернет-сайты, которые зарегистрированы как средства массовой информации. Прежде всего, это, конечно, опять же, экстремистские, на наличии экстремистских материалов, материалов, пропагандирующих наркотики, оскорбляющих честь и достоинство граждан, посягающих на права граждан Российской Федерации. Именно вот в этой части. То есть, статья 4 контролирует, прежде всего, именно эти вопросы. — Татьяна Леонидовна, а вот как можно... Понятно, что если в СМИ прозвучало какое-то оскорбление в адрес кого-то, там какие-то проверки назначаются. А есть такой ресурс в интернете, как «Живой журнал», который, в принципе, не зарегистрирован как средство массовой информации, там всякое бывает. Вот как это контролироваться может? — Ну, прежде всего, конечно, работаю по жалобам. Вы же понимаете, что вас оскорбили в «Живом журнале», в блоге какого-то использователя «Живого журнала». Вы делаете скриншот с этой странички, присылаете его к нам. — Можно по электронной почте? — Конечно, по электронной почте. И жалобу пишите, что вот этот товарищ ведет себя несоответствующим образом. Мы, конечно, отвечаем вам в соответствии с законом, что эти вопросы решаются только в судебном порядке. Это не наша сфера деятельности, потому что «Живой журнал» как средство массовой информации не зарегистрировано. Блог тоже не является средством массовой информации. Но у вас есть возможность в суде подать грамотное исковое заявление в суд, обязательно записав в этом иском заявление, что если хозяин этого «Живого журнала» или в этой страничке в «Живом журнале» не послушается, не удалит, но суд обязан предупредить владельца этой странички об удалении противоправной информации, если он не удаляет, тогда по судебному решению эта страничка в «Живом журнале» может быть внесена в реестр запрещенной информации. Вот я уже говорила, там категория по судебным решениям. И операторы связи закрывают доступ к этой страничке, если нет досудебного регулирования этого вопроса. Но мы, конечно, со своей стороны можем направить в адрес владельца этой странички просьбу удалить противоправную информацию, если она, конечно, действительно противоправная. Но мы не можем определить, насколько он вас, как говорится, оскорбил, есть ли у него для этого основания. Может быть, это ваш какой-то спор между двумя физическими лицами, кто прав, кто виноват. У нас нет такой возможности проводить следственную проверку. Этические такие... Да, чисто этические моменты только в суде, в данном случае судебное решение. Татьяна Овановна, а если блок кого-то очень сильно посещаем, его посещают, он может быть зарегистрирован как следствие массовой информации? Вот буквально сегодня или завтра в Государственной Думе будет рассматриваться проект одного из депутатов Государственной Думы, который предполагает классификацию... Так, еще раз. Буквально сегодня или завтра в Государственной Думе будет рассматриваться проект федерального закона, который предполагает регистрацию блогеров и блогов и сетевых страничек в интернете, которые посещаются более чем 3000 пользователями в день как средства массовой информации. То есть обязательно могут, если вас посещают, ваша страничка посещает более 3000 человек в день, вас обяжут зарегистрироваться как средства массовой информации. Соответственно, вы будете вынуждены соблюдать требования закона средств массовой информации. Какие перспективы этого закона, законопроекта, я пока не знаю, но, по крайней мере, по обсуждению, который вокруг этого закона в интернете имеется, желающих зарегистрироваться нет, но желающих контролировать блогеров достаточно много. Ну да. Татьяна Львовна, еще немножечко поговорим о СМИ. У нас в Чувашской Республике, вы сказали, 200 где-то средств массовой информации зарегистрировано. Но есть ведь и средства массовой информации, которые зарегистрированы не здесь, а имеют здесь региональные свои редакции. Вы их как-то контролируете, следите за их нарушениями, за их работой? И как вы реагируете, если будут нарушения, если есть нарушения? Ну, когда я говорила, что на территории Чувашской Республики более 200 СМИ, я как раз и предполагала, что те редакции, которые зарегистрированы в Москве, но редакции, которых у нас нет. Потому что у нас 175 СМИ, которые зарегистрированы у нас в Чувашии конкретно. То есть редакции здесь, территории распространения Чувашия, поэтому они здесь у нас регистрируются. Те, кто регистрируются в Москве, предполагается, что их территория распространения выходит за пределы Чувашской Республики. Вот, например, сетевые издания, как я уже говорила, они доступны по всему миру, Поэтому регистрируют в центральном аппарате. Мы, конечно, осуществляем мониторинг той части, которая касается именно нашей республики. У нас целый ряд федеральных изданий выходит с региональными вкладками. Мы их также мониторим. Если есть какие-то нарушения, прежде всего пытаемся решить проблему взаимодействия с региональной редакцией, а потом отправляем информацию о нарушениях в центральный аппарат. Потому что по регламенту взаимодействия, если СМИ зарегистрированы в центральном аппарате, меры по административному воздействию принимает центральный аппарат в отношении них. Но иногда мы получаем поручение от центрального аппарата рассмотреть эти дела на месте. Вот буквально в прошлом году у нас было такое большое громкое дело с телеканалом «Дважды-2». Это анимационный канал, который допустил нарушение четвертой статьи закона о СМИ, когда в дневное время транслировался мультфильм с нецензурной лексикой. Мы привлекли их к административной ответственности именно по поручению центрального аппарата. То есть составили протокол, отправили дело в суд. Оно было рассмотрено именно здесь, у нас, местным судом. Потом, правда, апелляционная жалоба была подана в Москве. Но, тем не менее, и московский суд остался на нашей стороне. Телеканал «Дважды-2» был оштрафован. Татьяна Львовна, Вы долгое время проработали сами в средствах массовой информации. И я не могу Вам не задать этот вопрос. Как Вы оцениваете сейчас ситуацию со свободой слов в Чувашии и в России в целом? Ну, я думаю, что самый, как сказать, отъявленный консерватор и то бы не сказал, что у нас нет свободы слова. Потому что говорят все, что угодно, как угодно, где угодно. И вот эти вот последние законы как раз и приняты именно для того, чтобы хоть немножечко привести все это в грамотное, нормальное русло. Как я уже говорила, у нас с Вами сейчас настолько незарегулированное информационное пространство, что мы даже пока еще сами не можем просчитать, как со всем этим... Так, не стоп. У нас настолько незарегулированное информационное пространство, что мы только делаем самые маленькие, самые первые шажочки по его регулированию. Потому что даже вот этот закон о защите детей от негативной информации, ведь чем был продиктован? Последние 20 лет такой хлынул поток негатива на наших детей, неконтролируемый абсолютно никем и ничем. Вы же сами прекрасно понимаете. Смотреть... Есть четыре информационных потока, которые можно смотреть и всегда. Смотреть всегда, как говорится. Секс, страх, смех и смерть. Вот эту информацию можно смотреть всегда, это наркотический информационный поток, от которого очень трудно оттянуть телезрителей или читателей. Читать об этом всегда интересно, хотя жутко, неприятно, но какое негативное влияние все эти четыре составляющие оказывают на наших детей. Именно поэтому закон о защите детей был принят, прежде всего. И то он регулирует, ведь не самые страшные потоки. Вы же видите, наркотики, суицид и детская порнография. Еще достаточно много категорий информационной продукции, от которой бы действительно хотелось бы оградить наших детей. И поэтому, когда вопрос сейчас стоит о свободе слова, мне бы очень хотелось, чтобы журналисты, прежде чем представляли информацию, задумывались, зачем они это делают. Вот, пожалуйста, недавний пример с телеканалом «Дождь». Я думаю, что кто следит за медийным пространством, понимает, о чем идет речь. Понимает, чем был вызван этот скандал. Ну вот поставьте себя на место телезрителя, который пережил блокадный Ленинград, который смотрит телеканал «Дождь» и видит этот вопрос, который они задают своим телезрителям. Как бы вы себя почувствовали на их месте? Те, кто пережил блокаду, не смотрят «Дождь». Ну, тем не менее, они могут это смотреть. Хорошо, их дети, их внуки, которые знают, что пережили их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Или вот, например, у меня оба деда погибли на войне. Что я должна думать об этом? Это некорректно заданный вопрос. Не то, что некорректно. Не подумали, да. Вообще, зачем такой вопрос задавать? Я понимаю, что есть определенная категория людей, которые могут задать 100 вопросов. Ой, вернее, могут задать один вопрос, на который не ответит 100 умных людей. Вот этот вопрос из этой категории как раз. Понимаете? Это очень некорректный и очень неэтичный вопрос. Я просто, как гражданин страны, думаю именно так. Они думали, что они думали, прежде чем задавали этот вопрос. Думали именно в самом человеческом смысле этого слова. Понимаете? Средство массовой информации должно быть культурным и интеллигентным. В каком смысле? Что такое культура? Это ограничения. То есть есть определенные правила, по которым нужно действовать. Человек воспитывается, когда постигает определенные правила, начинает следовать правилам и ограничениям, которые существуют в обществе. Вот они, некоторые правила и ограничения, которые существуют в обществе, нарушили. Этические нормы прежде всего. Я не думаю, что говорят об этом, что это высококультурный и образованный канал. Я не знаю, не образованный какой другой, интеллигентный канал. То есть я так понимаю, что главная проблема не в ограничении свободы слова, а в мозгах, наверное, тех, кто... В социальной ответственности прежде всего. В ответственности журналиста за то, что он делает. Он же понимает, когда он свой месседж посылает в информационное пространство, он же какую-то цель должен преследовать. Мне такое ощущение, что иногда человек, который чувствует себя журналистом и отправляет определенную информацию в пространство информационное, он абсолютно не думает, зачем он это делает. Какую цель он преследует? Зачем? Основная цель журналиста, если ты делаешь, то зачем? Татьяна Ивановна, а вы как руководитель федеральной структуры, наверное, все-таки общаетесь с гражданами? Да, конечно. У нас идет еженедельный прием граждан. График приема выставлен на наш сайт. И плюс ко всему, по крайней мере, один раз в полугодие мы ведем прием граждан в приемный президента Российской Федерации, который находится на Ленинградской. Вот буквально на следующей неделе, 18 апреля, с 15 до 17 часов приемный президента состоится прием сотрудников управления Роскомнадзора по Чувашской Республике, где мы готовы выслушать любого гражданина с жалобой на работу операторов связи, операторов, оказывающих услуги доступа в интернет, плюс ко всему на жалобы на работу средств массовой информации, на защиту прав субъектов персональных данных. Приходите, мы вас выслушаем, дадим ответы в рамках своей компетенции. Надеюсь, у кого есть действительно вопросы, смогут получить ответ на этой встрече. Спасибо, Татьяна Львовна, что пришли к нам. Спасибо за беседу. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была руководитель управления Роскомнадзора по Чувашии Татьяна Евдокимова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин